МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Сберечь самое дорогое. Центр здоровья в детской поликлинике открылся после ремонта. Коммуникации в образовании. Команда школы номер 14 стала финалистом всероссийского хакатона. Смеяться разрешено. СОРОВ посетил писатель-юморист Евгений Обухов. Далее расскажем по всему подробно. Максимальный размер выплаты по больничному листу повысит с 1 января. Кроме того, оплачивать его станут и тем, кто работает по гражданско-правовым договорам. Но лишь в том случае, если в прошлом году они вносили определенную сумму страховых взносов. В следующем году максимальная сумма для сотрудников с 8-летним стажем по обычному договору составит 2736 рублей за день и 84 846 рублей за месяц. Методика расчета остается прежней. Оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет, пособие составляет 80%. Отметили в фонде социального страхования. Центр здоровья открылся в детской поликлинике после ремонта. В кабинетах обновили оборудование. Перенесли с третьего этажа кабинет стоматологического гигиениста. Теперь центр сможет принимать больше маленьких пациентов. 3000 юных саровчан ежегодно проходит медицинское обследование в Центре здоровья детской поликлиники. Более чем половина из них специалисты выявляют факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. При необходимости пациентов направляют на дополнительные исследования. С родителями проводят беседу о формировании здорового образа жизни. Наш Центр здоровья был открыт 10 лет назад. И, конечно, мы нуждались в обновлении оборудования и небольшом ремонте. В этом году при поддержке ФМБ России и Госкорпорации Росатом нам удалось воплотить задуманное в рамках реализации ПСР-проекта. Помимо этого мы пересмотрели и организацию работы с пациентами. Уменьшили время прохождения обследования за счет переноса кабинета гигиениста-стоматологического в помещение Центра здоровья и объединения кабинетов инструментального обследования и тестирования на аппаратно-программном комплексе. Еще одно важное изменение коснулось работы стоматологического гигиениста. Раньше кабинет специалиста находился этажом выше Центра здоровья. Его перенос в помещение Центра позволил сократить время прохождения медосмотра и избежать контакта с пациентами с симптомами ОРВИ. Кроме того, в кабинете полностью обновили оборудование. Раньше оборудование нередко выходило из строя. Приходилось тратить больше времени на прием или переносить его. Теперь все проходит оперативно и с комфортом для пациента. Дети очень довольны удобным креслом. Мне проще работать, так как я могу отрегулировать его на необходимую высоту. Кроме того, в модуль встроен ультразвуковой аппарат для профигиены. Обновили оборудование и в кабинете тестирования на аппаратно-программном комплексе. Здесь измеряют рост и вес детей, силу мышц, процентное соотношение водной, мышечной и жировой массы. Оценку устойчивости к стрессу проводят на специальном аппарате, который позволяет выявить отклонения в работе центральной нервной системы. Функции сердечно-сосудистой системы анализируем при помощи комплекса экспресс-диагностики. Он регистрирует ЭКГ и эффективно определяет небольшие нарушения. Также мы проводим детям экспресс-исследование крови на содержание глюкозы и холестерина. Заключительный этап обследования – осмотр педиатра. На каждого ребенка, помимо медицинской карты Центра здоровья, специалист заполняет и карту здорового образа жизни, где записаны рекомендации по коррекции питания, занятиям спортом, режиму учебы и отдыха. Такой комплексный подход позволяет сформировать у детей и родителей ответственные отношения к своему здоровью. Обследование детей в Центре здоровья обычно проводят для организованных коллективов детских садов и школ, но можно обратиться и индивидуально. При наличии талонов запись доступна на портале пациента на сайте КБ номер 50. Парк имени Зерновый и детский парк приглашают горожан на новогодние встречи. С 3 по 6 января для посетителей будут проходить развлекательные программы с хороводами, танцами, музыкой и поздравлениями. Подробности по телефону 9-8252 без возрастных ограничений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Действия программы бесплатного обучения по востребованным профессиям продлили в 2023-2024 годы. Пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профобразование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» смогут безработные, сотрудники под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины. По прогнозам, в следующем году обучиться смогут не менее 138 тысяч человек, а в 2024-м не менее 104 тысяч. Штраф до 5 миллионов рублей грозит за осквернение Георгиевской ленты. Кроме того, нарушителям может грозить лишение свободы до 5 лет. Закон принятой Госдумой закрепляет за Георгиевской лентой статус символа воинской славы России и победы СССР в Великой Отечественной войне. При этом Георгиевскую ленту нельзя будет использовать в памятные даты, не связанные с военными событиями. 30 декабря в России будут отмечать столетие со дня образования СССР. Накануне юбилейной даты депутаты Городской думы Сарова в торжественной обстановке наградили ветеранов Городского пионерского движения медалями и грамотами. Иван Ситников вручил медали в 100 лет Всероссийской пионерской организации, Михаил Савин – почетную грамоту депутата Городской думы города Сарова. Смеяться разрешено. В библиотеке имени Маяковского прошел творческий вечер московского писателя-юмориста Евгения Обухова и сыровского поэта Марины Копкиной. На встрече с авторами побывала и наша съемочная группа. В этом году исполнилось 50 лет со дня первой публикации в периодике Евгения Обухова. Сначала Евгений Алексеевич работал журналистом в литературной газете, был специальным корреспондентом журнала «Крокодил», а потом стал писать прозу и стихотворение. Сейчас Евгений Обухов – автор более десятка книг, сатиры и юмора, пяти книг по филателии и нумизматике, член Союза писателя России и Московского союза филателлистов. Также Евгений Алексеевич известен как автор и ведущий телепередачи «Вокруг смеха». Как я говорил в шутку со сцены, закончил пищевой институт, и когда получил первую инженерную зарплату, рассмеялся. И с тех пор смеюсь, не переставая, стараясь украсить и свою жизнь, и жизнь близких людей, и тех, кто читает. Потому что, наверное, не только красота спасет мир, но, может быть, в первую очередь улыбка. Кроме литературного творчества, у Евгения Обухова есть еще одно дело его жизни – филателия – коллекционирование и изучение почтовых марок. Этим он начал увлекаться еще с детства. По филателии писатель также выпустил несколько книг. «Сто великих почтовых марок», «Ошибки на знаках почтовой оплаты», популярный филателлистический словарь. Филателия, в принципе, мне всю жизнь очень-очень помогает, потому что, начиная со школьных времен, любая марка зовет исследовать, посмотреть, узнать о месте, о человеке и так далее. То есть это какой-то дополнительный стимул к тому, чтобы самообразовываться. На встрече с читателями в библиотеке имени Маяковского Евгений Обухов рассказал о себе, прочитал юмористические стихотворения и рассказы. На мероприятии свои произведения также прочитал осаровский поэт-иронист Марина Копкина. Литературное творчество авторов не оставило зал равнодушным и вызвало смех и добрые улыбки. В конце вечера Евгений Обухов подарил библиотеке имени Маяковского сборник своих рассказов «Поворот на Закидоновку». Полное интервью с писателем смотрите в программе без комментариев. Команда учителей и учеников школы номер 14 стала финалистом всероссийского хакатона «Коммуникации в образовании». Участники выявили проблему в образовательной коммуникации, сформировали идею и предложили решение с использованием цифровых сервисов в образовании. Хакатон – формат мероприятия, в котором команда формирует свои решения на предложенную проблему за определенное время, а в конце определяется победитель. Во всероссийском хакатоне «Коммуникации в образовании» приняли участие 900 команд из 60 регионов страны. Команда учителей и обучающихся школы номер 14 успешно справилась с заданиями отборочного этапа и прошла финал всероссийского хакатона. В отборочном туре мы должны были создать манифест. Манифест мог быть в любом формате. Мы, команда, решили, что мы сделаем видео, где представим цели работы, задачи работы в этом хакатоне, для чего мы вообще собираемся участвовать в нем. В финале хакатона в онлайн-режиме команда получила задание, в котором нужно было найти проблему в образовательной коммуникации, разложить проблему на идеи, а идеи – на несколько составляющих. После этого участники предлагали решение проблемы с использованием цифровых сервисов образования. Свою работу учителя и учащиеся школы номер 14 представили в виде презентации. Выйти в лидеры команде не удалось, но участники получили бесценный командный опыт. Это мероприятие заинтересовало меня не то, что призы, а вот какая будет команда, потому что в каждом мероприятии разные люди, ты побольше узнаешь. Это был довольно интересный опыт, я узнала много нового для себя, особенно впечатлила организация данного мероприятия. Самое интересное – это было выделить тему и проблему, по которой дальше должна была проходить работа. Школьники вместе со своими учителями участвовали в мозговом штурме и работали над идеей. Взаимоуважение, активность, креативность, умение выслушать – все это обеспечило успех команде. Я хотела, наверное, поблагодарить свою команду за участие в данном хакатоне. Не просто за участие, а за их активное участие, за их интерес к данному мероприятию, за их креативность и взаимодействие друг с другом. В качестве финалистов всероссийского хакатона «Коммуникация в образовании» команда школы номер 14 получила ценные призы. Заместитель директора гимназии номер 2 Светлана Пухова победила в финале конкурса наставников проекта «Школа Росатома». Заключительное мероприятие состоялось в Новоуральске и собрало педагогов со всей страны. Подробности далее. В 2018 году Светлана Пухова, тогда учитель гимназии номер 2, выиграла конкурс среди учителей в рамках проекта «Школа Росатома». По условиям участия она разработала и провела стажировочную площадку на базе своей школы. Спустя 4 года с доработанным проектом Светлана Владимировна заявилась на конкурс наставников проекта «Школа Росатома». Прошла дистанционный этап и поехала в Новоуральск на очный финал. Уже на самом финале у нас были разные форматы работы. Чаще всего это была экспертиза. Сначала стажировок участников конкурса учителей, потом взаимоэкспертиза чужих стажировок и просто каких-то оценочных событий экспертиза. По итогам конкурсных испытаний Светлана Пухова стала абсолютным победителем конкурса наставников проекта «Школа Росатома». Как она признается, это достижение не только ее личное, и помогала и поддерживала на всех этапах команда второй гимназии. То есть пишутся сообщения, слова поддержки пишутся, либо помогают мне корректировать тексты, присутствуют на моих вебинарах, активно включаются в деятельность при проведении вебинаров. И вообще даже в процессе проведения стажировок педагоги тоже помогают. Победа в конкурсах «Школа Росатома» всегда приносит участнику денежный грант. Но также это еще и новые возможности, которые открываются перед педагогом. Неоценим и опыт общения с коллегами из других городов. Для меня всегда участие в конкурсах проекта «Школа Росатома» это такой большой багаж методической работы. Даже не работы, а методических знаний. Это так легко, ненавязчиво, в помощь педагогу. То есть это не курсы повышения квалификации, когда мы сидим перед экраном, потом выполняем какие-то задания. А всегда через активную деятельность, всегда через себя, всегда через оценку себя по сравнению с другими. И ты таким образом обогащаешься и превращаешься. Теперь Светлана должна провести очную мастерскую для педагогов Сарова и онлайн для учителей из других городов. Так же, как наставник, она должна посетить три стажировки своих коллег. После этого она планирует сосредоточиться именно на наставничестве и помогать педагогам готовиться к другим конкурсам проекта «Школа Росатома». В Низ по волшебной реке шестиклассники школ города совершили чудесное путешествие в компании сказки Эдуарда Успенского. Во дворце детского творчества они прочитали выборочные главы из произведения в рамках проекта «Читаем вслух». 22 декабря исполняется 85 лет со дня рождения Эдуарда Успенского, детского писателя, чьи произведения проносятся сквозь года. В 1971 году на экран вышел кукольный мультфильм «Чебурашка». Вскоре публикуется книга «Дядя Федор. Пес и кот». Старшее поколение наизусть знает сюжеты книг автора и младшая не отстает. Шестиклассники Сарова приняли участие в акции «Читаем вслух». Темой стала повесть «Вниз по волшебной реке» Эдуарда Успенского. Хорошо, хорошо работает. Чумичку потер, ушибленные места. Только чего? Она своих-то колотит. Оттого и колотит, чтобы в чужие диване лезли. По этому сказочному произведению 40 лет назад был снят фильм «Там на неведомых дорожках». Возможно, ребята узнали героев книги как раз по нему. Самый сильный человек. Пожалуй, Кощей Бессмертный. Он самый сильный. А что? Да так, ничего. А где он сейчас находится? Каждой школе достался свой небольшой отрывок из произведения. Тексты распределяли равномерно между желающими. У ребят получилось выразительно захватывающе прочитать повесть «Вниз по волшебной реке». В таком моменте, когда ты читаешь, доносишься до зрителя, тебе очень радуются, это все очень приятно. Но в другом, если есть небольшой страх перед сценой, когда ты такой ошибешься, все ужасно, ничего не получится. Мне кажется, это мероприятие, оно помогает детям заинтересоваться в рассказах, сказках, взять книгу и почитать. Произведение «Вниз по волшебной реке» Эдуарда Успенского заинтересовало шестиклассников смешением двух миров – реального и сказочного. Образы традиционных персонажей Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Серого Волка очень нравятся и современным детям. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok